Снижение уровня дохода за кредитованность населения и рост цен приводит к ухудшению платежной дисциплины граждан. Более 15 тысяч исполнительных документов находятся в производстве судебных приставов по отношению к жителям Саянска. Преимущественно это штрафы, коммунальные и кредитные платежи. Алименты – одна из самых сложных категорий. Она мало того, что сложна по порядку взыскания, это еще и очень тяжело, потому что это прежде всего конфликт с двух сторон. Это конфликт мамы и папы. И иногда идут на принцип граждане, одна сторона пытается другой испортить жизнь, насолить. Очень часто такое бывает, как и мама, так и папа идут на разные ухищрения. То есть иногда даже не нужны деньги, но, допустим, требуют сделать ему то-то, то-то. Иногда папу себя ведут не совсем адекватно, то есть это не мой ребенок, приходится мера воздействия. Одна из действенных мер воздействия на граждан-должников по алиментам – это лишение специального права. То есть по закону гражданин, имеющий задолженность выше 10 тысяч по алиментам, может быть ограничен в пользу специальным правом. То есть выносится постановление, направляется для исполнения в ГИБДД, и если только гражданин будет установлен, за валютное атотранспортное средство будет выписан штраф ему. Ну и иные меры воздействия с отношением будут приняты. Увеличивается женщин-должников по алиментам. Очень сильно. Бывают у нас случаи, обращаются за порядком обращения с ребенком общения. То есть папа с мамой делил сына, и на судеб-бресты входил, контролировал общение мамы с папой. Было согласно листу расписано время, дата, дни, когда забирает мама, папа с садика мама, когда забирает, какие дни он будет жить у мамы. Ну, такие у нас бывают. Есть листы поступают от отобрания ребенка, тоже довольно-таки сложные, но их редко бывает. Но, тем не менее, тяжелое к исполнению листы, поскольку это все-таки нервы, и не каждый готов морально исполнить такое решение суда. Приходится многие службы задействовать, социальная защита, опека. Не уменьшается число должников по кредитам ипотеки. Ипотека часто бывает, семьи распадаются, и время нагрузки вложится на одного из заемщиков. Если это ипотека, то вплоть до выселения, то есть банк имеет право обратиться в суд за выселением. То есть, очень часто тоже усиляем, приходится и с детьми, и, ну, как говорится, закон есть закон. Сколько случаев таких занятий было, когда вот выселение по ипотеке было? По ипотеке? По ипотеке? По ипотеке, по-стоянски больше 15. В тяжелое материальное положение в основном попадают социально благополучные люди, своевременно не оценившие финансовые риски, население становится все больше закредитованным. Законодателям возложена у нас функция по надзору за юридическими организациями, осуществляющие взыскание просроченной задолженности, то есть, ну, выражаясь простым языком, за коллекторами. То есть, если какие-то поступают звонки, угрозы коллекторских агентств, там, ими же представляющимся, то есть, можете обратиться либо напрямую у нас в отдел управления, есть отдел специально специализирующий, либо прийти к нам в отдел, ко мне в часы приема, и документы необходимые, я объясню, какие документы нужно собрать. В первую очередь, копия паспорта, копия договора, оказание услуг сотовой связи, скриншоты желательно с смс-ки, если какие-то были, если записи разговоров можете предоставить. То есть, если брали кредиты, да, допустим, какая-то фирма, там, то тоже эти документы, копии приложить, написать заявление, по основной образе суммы документы перешлем в управление для работы. К примеру сказать, за 2019 год более 700 обращений по области уже было. В кредитной кабале оказались и предприниматели. Очень много индивидуальных предпринимателей поступает на задолженность, а основная масса – это налоги, пенсионные и кредиты. Очень загредитованные предприниматели. То есть, ну, как она на тенденции многих граждан, не только ИП, берут один кредит, да, погасим другой, и в итоге не справляются. Самое большое, ну, если вы помните, долг предпринимателей Саянский. Вот тут шкала какая, до скатки миллионов. Более десятка миллионов. Неуклонно растет задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг. Коммунальные платежи очень часто сталкиваются с проблемой, что граждане либо не живут в этих адресах, да, то есть переезжают, сдают квартиры, то есть, если взять частный сектор, там чем удобнее работать. Все соседи вокруг друга знают. Если взять квартирные дома, то есть некоторые жильцы не знают даже соседей по площадке. То есть, когда мы входим в адреса, проверяем, да, допустим, имущественное положение. Постучали, с дверь не открыли, нам нужно узнать, живет человек, не живет такой. Начинаем обход по квартирам, и зачастую многие не знают соседей. Неплатежноспособные граждане еще очень часто уезжают, кого-то на нелегальные заработки, то есть, практически невозможно отследить официальный доход. Некоторые граждане жалуются, что я в этой квартире не живу, но является собственником, и я платить не буду. То есть, тоже непонимание такое у многих граждан, что почему я должен платить, если я там не живу. Ну, хотя вы являетесь собственником, вы обязаны по законодательству, да, нести расходы по содержанию жилья. Также вы же оплачиваете налог за машину, которая стоит в гараже, но в ней не ездите. То же самое с квартирой, поэтому это ваша обязанность. Каждый из нас, да, заключает договора с управляющей компанией, с остальными ресурсовно-оснабжающими организациями, где прописано, что на нас, как на граждан, на собственников жилья возложена обязанность до определенного числа совершить оплату всех расходов, которые, те счета, которые выставляются. Одно из мер действенных – это все-таки арест на счета и на работу на направление. Как правило, самые эффективные меры. Еще меры приняты на исполнение – это ограничение права выезда за пределы Российской Федерации, арест имущества. То есть приставы могут как не только наложить арест на счета, но и прийти граждане не только по месту его жительства, но и по месту нахождения. Очень многие возмущаются, когда мы их находим не по адресу, где они прописаны. В наших полномочиях заложено законодателям право проверить имущественное положение не только по месту регистрации должника, но и по месту его нахождения, либо должника, либо его имущества. Если мы устанавливаем, что гражданин живет по этому адресу, мы можем туда зайти, проверить имущественное положение и после того, как мы установили имущество, принадлежащее должнику на право собственности, мы имеем право составить тактописи ареста и взять это имущество. Передать на хранение ответственному охранителю. Если в течение 10 дней не произойдет оплата, то имущество будет передано на реализацию в счет погашения задолженности. Нередко, отмечая специалист, не желают платить по счетам финансово обеспеченные люди. Можно должников разделить на две группы. Не хочу и не могу. Не могу – это понятно, да, это разные ситуации. С работы уволили, там еще что-то, да, понизили, доход ниже стал. Это понятно, это объяснимо. Просто удивляет, когда приходит гражданин здоровый, руки-ноги на месте, голова вроде светлая, не можешь найти работу, не хочу. Смотришь, что же бабушку, которая последняя пенсия, копейку она отдает. Это все-таки зависит от воспитания, от внутренней качества человека, которые принимают меры, допустим, либо погашения, либо не погашения долга. Узнать о задолженности и оплатить счета вы можете на сайте Банка данных исполнительных производств, напоминает специалист. Погасить задолженность можно через мобильное приложение. Трука за 2018 год и жители Миркутской области через Банк данных выплачена 1,5 млн. рублей. Также за консультацию вы можете обратиться в опорный пункт, действует который в здании Сенск администрации кабинет 525-й. Время работы вторник с 14 часов, четверг с 9. Телефон для справок 311-74. КОНЕЦ 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 Редактор субтитров А.Семкин